В эпоху информационного общества и цифровизации любому ученому желательно публиковаться не только в печатных изданиях, но и в онлайн-ресурсах. И если печатные издания, такие как научные журналы, повышают ваш вес и авторитет в научно-академических кругах, то онлайн-издания имеют более широкий охват, а значит и открывают дополнительные возможности. Факт наличия опубликованных работ говорит о вашей самостоятельности как специалиста. Помимо прочего, статьи также повышают известность и авторитет личности. Если крупное издание готово вас опубликовать, значит вы того стоите. Когда вы публикуетесь в печатных или интернет-изданиях, вы напоминаете о том, кто вы есть, а также сферу ваших научно-исследовательских интересов. Онлайн-площадки, в том числе такие как Кабар Азия, помогают расширить вашу целевую аудиторию, которая начинает вас идентифицировать, а далее фоловить. Это способствует построению вашего личного бренда и чем больше раз вас увидели, тем больше шанс, что вас запомнят. Любое положительное упоминание дает огромную пользу и повышает доверие. Одна из целей размещения публикаций в СМИ это планомерно и убедительно продемонстрировать, что вы действительно специалист в своем деле. Выбор нужного онлайн-издания осуществляется в пользу того ресурса, который предпочитает ваша целевая аудитория. Цель же аналитической статьи может заключаться в нескольких аспектах. Раскрыть читателю те или иные аргументы, поменять общественное мнение по какому-либо политическому вопросу, показать возможные варианты развития и пути решения той или иной проблемы. При написании аналитической статьи, конечно же, в дополнение к структурным моментам и контента, можно дать несколько дополнительных рекомендаций о том, как ее улучшить. Первое. Прочувствуйте и учитывайте аудиторию своей будущей статьи. Даже если публикация ориентируется на определенную аудиторию, нужно учитывать, что не все читатели могут иметь одинаковый уровень знаний. Тем не менее, скорее всего, всем выгоден материал, написанный понятным языком, где все изложено ясно и лаконично. Поэтому крайне важно, чтобы авторы оценивали свою аудиторию в процессе написания и после перепроверки материала. Авторы должны задать себе несколько вопросов. Кто и почему будет читать эту статью? Какая информация нужна читателю? Какая информация, вероятно, уже общеизвестная или широко доступна читателю? Авторы всегда должны думать о том, что читатель хочет узнать, чему автор хочет научить читателя, что донести и как убедить аудиторию. Методология всегда важна. Старайтесь применять несколько методов и инструментов для анализа в вашей статье. Совокупность методов исследования и набор фактологических данных — это ваши инструменты. Методы анализа, как правило, должны быть релевантными, исходя из формата материала. При этом применение нескольких методов анализа может быть основой для достаточно хорошей аналитической статьи. Слишком часто авторы организуют свой анализ вокруг единственного набора данных, ну, к примеру, динамика стат-данных или экспертный опрос, и позволяют ему определять ход их анализа и результат исследования. В неглубоких материалах просматривается тенденция структурировать анализ, исходя из вопроса, что я могу сказать по теме X из набора данных Y, в то время как нужно ставить вопрос о том, какие инструменты YY лучше использовать и подходят для решения темы X. Если уделить мало внимания методологии, мы можем получить одномерный и однобойкий результат в статье без учета контекста и со слабыми прогнозами. Нужно помнить, что использование целого ряда методов анализа и данных в статье заключается в том, чтобы придать им смысл и правильно интерпретировать. Третье. Не забывайте про сбалансированность в аналитических статьях. Конечно, у вас есть собственное мнение, и вы хотите его твердо отстаивать. В любой статье обычно прослеживается четкое мнение автора. Однако, необходимо продемонстрировать свою приверженность сбалансированности, для чего обычно доказывают свой тезис сильными аргументами. При этом, даже доказывая собственную позицию, вы можете просто пренебречь противоположной стороной. Когда вы работаете над своей темой, важно доказать, что изучены все проблемы и автор понимает противоположный аргумент. Если, например, вы пишете статью о пользе заключения тех или иных межгосударственных договоренностей и хотите показать их ценность для населения, вам также следует обратить внимание на возможные их последствия и издержки. Не пренебрегайте исследованиями, демонстрирующими предупреждающие результаты. Просто не забудьте объяснить, почему ваши аргументы побеждают аргументы противоположной стороны. Касательно контентной части, для соблюдения объективности и нейтральности старайтесь следить за прилагательными, подразумевающими оценочные суждения. К примеру, такие слова, как фантастический, блестящий, вздорный, прекрасный, хороший и так далее. Также рекомендуется избегать использования штампованных фраз, к примеру, горячая тема, обратная сторона медали и так далее. Избегайте преувеличения, к примеру, будьте осторожны со следующими конструкциями. Чрезвычайно, очень-очень, всегда, никогда, много, больше, меньше всего. Если вы пишете, к примеру, по теме международных отношений, то необходимо читать литературу и интерпретацию тех или иных событий с позиции как минимум двух стран. Так картина вашего анализа будет намного шире. И чем больше источников информации вы будете использовать, тем шире и глубже вы сможете обосновать проблему. Поэтому и рекомендуется использовать иностранную литературу и диверсифицировать источники, отслеживать публикации ваших коллег по данной теме, читать о вашей проблеме с ракурсом смежных наук. Например, если вы выбрали политологическую тематику, порой полезно посмотреть, как анализируется та же самая проблема в социологии, экономике или даже антропологии. Авторы могут и должны сравнивать свои результаты с результатами других стран, других исследований. К сбалансированности также относится и вопрос использования схем, графиков, диаграмм и таблиц. Текст не должен быть перегружен, к примеру, диаграммами, в том числе в которых нет никаких пояснений. Когда мы говорим о сбалансированности, необходимо также учитывать подачу чувствительных тем, а также гендерные аспекты тех или иных вопросов. Четвертое. Практическая направленность статьи имеет значение. Помните об этом. Обратите особое внимание на ваши выводы в заключении и предлагаемые рекомендации, которые должны быть практического характера, реализуемыми в существующих условиях и в настоящее время. Для генерирования эффективных рекомендаций, помимо самой исследовательской деятельности, полезным было бы посещать всевозможные ивенты по теме ваших научно-исследовательских интересов. Онлайн и офлайн конференции, круглые столы, дискуссии и прочее. Ваша активность в плане посещения мероприятий также поможет сформировать нетворкинг и расширить контакты. При написании рекомендации желательно их делать более адресными. При написании прогнозов желательно указать их периодизацию. К примеру, разделить их на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Кроме того, хорошая аналитическая статья может вызывать ряд дальнейших вопросов, которые могут задать тон для будущих исследований. В этом плане можно указать будущие возможности для исследований или раскрыть перспективы при продолжении изучения новых аспектов той или иной проблемы. Пятое. Рационально используйте время перед отправкой статьи в онлайн-издание. Помните, что необходима критика со стороны. Вы можете по возможности отправить статью коллеге или специалисту по вашей проблеме для получения комментариев, фидбэка и взгляда с третьей стороны. Относитесь к критике как к бесценному пути для улучшения вашей статьи и пути для вашего дальнейшего профессионального роста. За тот промежуток времени, пока ваш коллега или специалист изучит вашу статью, материал отлежится, что, возможно, приведет вас к дополнительным идеям или аргументам. Шестое. Обязательно проводите финальную вычетку материала и ответьте на проверочные вопросы. Перед отправкой статьи редактору нужно не только проверить текст на наличие грамматических и орфографических ошибок стиля изложения, но и перепроверить фактологические и статистические данные. Также полезно ответить на несколько вопросов. Актуальна ли тема статьи? Есть ли аргумент? Прослеживается ли четкое мнение автора? Целостно ли написана статья? Есть ли логическая последовательность? Нет ли аргументативных заблуждений? Постоянен ли тон статьи? Грамотна ли структура предложений? Завершена ли статья сильной заключающей фразой? Процитированы ли все источники информации? И, наконец, правильно ли расставлены знаки препинания? Ну и в завершении помните о том, что критерий оценки вашей аналитической статьи заключается в том, что вы должны предоставить оценку ситуации, а не описание проблемы. Благодарю за внимание и до новых встреч!